Вот такой гостиничный номер у нас, маленький, аскетичный. А вон идет один пивовар. После трудового дня. Да ладно, а то спался уже. Как состояние? Ножки потрушивают. Ну да, в два часа ночи приперлись. Днепр-Кузовский хороший город. Хороший, да. Второй день мы в Днепре на фестивале, прекрасный фестиваль, крафт-культура. Первый день забит людей, было просто море. Надеюсь, сегодня получится пройтись по пивоварням, поговорить с людьми. Вот. Ну, первый день, конечно, был бомба. Люди к вечеру вообще чудили, веселились, отдыхали. И было шикарно. Просто шикарно. И было шикарно. Просто шикарно. Песня. 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 сильная, конечно. Ну что, пошли второй день отрабатывать. Здравствуйте! Раннее утро. Днепр-арена. Ну и, естественно, кальянная, солодок уже в работе. Ребята делают релакс себе. Ну и всем, кто желает присоединиться. Захотел проверить зону чилаута. Это ж гид по всем... По кальянам тоже. Биргид и кальян-гид. Подлечить? Да, конечно. А поздороваться? Прошу прощения. Да. Я и проснулся. Нам в студию пожаловали представители. Шо? Николаев. Всем доброе утро. Всем доброе утро. Как утро? Доброе. Замечательно. Замечательно. А что? Сейчас чуть лучше стало, кстати. Все хорошо, кстати. Сейчас чуть-чуть лучше. Несмотря на то, что в 5 утра не спать, то все хорошо. Ну, серьезно, да. Сейчас здоровьечка восстановилась буквально на вот те 80%. Витаминная бомба. Вот в чем преимущество крафтового пива. Ну что, ложись в 5 утра, никакой. Не знаю. Через несколько часов. Мы пили вчера целый день. И ночь. И легкий сушничок. Не более. Да, нужна вода. И все. Вода без воды. А воды не было, поэтому... Поэтому пришлось пить саур. Реально не было попутевать. Тут Днепр недалеко. Там воды. Что же мы? А вдруг там карась? Фестиваль уже начался. Как бы все бодры, здоровы. Несмотря на вчерашний... Вчерашний... Да, вот этот человек вообще не говорил вчера. Молчал весь фестиваль. Да. А сегодня все бодры и здоровы. Все это крафтовое пиво. Да. Так, ну что, пойдем пройдемся по пивоварням. К кому первому? К салатку, наверное, и вот так вот зигзагом пойдем. Привет. Доброе утро. Как самочувствие? Самочувствие нормальное. Нормальное или отличное? Отличное. Все заряданы позитивом. На хорошую торговлю. Смотрю, что-то так интересное. Это интересная штука от Шоп Брюлэ. А-а. Да, они мастера кислых пив. Пив первой половины дня. Раньше кефирчиком с утра, а сейчас кисличком с сауром, да? Да, прошло. Что интересного привезли? Ну, много вчера интересного уже пролили. Сегодня у нас сутрица тоже берлинер есть, такой кисленький. Есть джуси пайлель, такой сочный, соковытый сидр, как обычно у нас есть. И браун портер для любителей темненького. Что-нибудь, кисличка какого-нибудь, тоже сутрица, заценим. Хорошей мыслью. Много не надо. Много, немало. Да. Что это, Иси? Берлинер Вайс. Берлинер, да? Да, классический, не Минский. Ага. У вас, ну, с кислинкой пшеницей. Цвет красивый, пенка такая шикарная. Пширс. Начинаем утро. Начинаем танцевать. Ай, шикарно с утра. Кислячок такой пшеничный. Прямо, прямо как... Как Бог по душе прошел. Да, да, да. Батистовым платочком вот так вот. Ну, отлично. Как оно, ничего? Хорошее утро. Приятного дня в Кипре. Всех с прошедшим городом. Днем города, да. А всех любителей пива просто с хорошим пивом. Да, мы сегодня ждем пополнения еще слез. И наша пивоварня уже прольет. Все, что ли вам? Отлично. Спрашиваете? Что интересно? Классический пивостер, ну, как классический. Очень охмеленный, как для Ипашки. Коллаборация с немецкой пивоварней Клюбрау. То есть, по версии Октапа считается сейчас эталоны, ну, украинское пивоварение эталоны пилстера. Что хочу пить, попробуй. Ты не пробовал? Ну, что-то хочу, да, попробовать. Вот, давай на нас пилстера. Давай. Как говорится, да, в путешествии крафтовое пиво нужно начинать, то есть, да. Да, я уже как бы начал в него путешествовать. Продолжим. Да, предложить матюки. Матюки это... Не, я все пробовать не буду. Давай что-то одно. Ну, пьем дастиш-пантастиш, это однозначно, да. Как по мне, это то, о чем стоит сейчас. Все, 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 а то я до конца пивоварей не дойду. Ждем, конечно, отлива уже желательно на камеру. Блин, кружку не ту взял. Длинный бокал, пока запах дойдет. Втягивать воздух. Отличный пиво. Да. Ну, вообще, проохнулили. Вот как для пиво-сара он более... Ну, не, не... Нет, ну, видишь, тебе там можно, а другим нельзя. Не паха, конечно, но для пиво-сара очень даже... Да, вот я думаю, что вы разделяете мнение от того, что это один из лучших пивов, которые пока варят... Правильно сказал, один из лучших, потому что у меня тоже пивов, один из лучших. Видишь, видишь, как у нас? Мы... Мы делаем вот этот термистый путь, блядь, 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 блядь... Нашего имперского стаута, сейчас он отключен, подключим чуть-чуть вечером, ну, вчера вечером подключили, сегодня тоже вечером, я вывернем на экран. Жалей, когда был стандартный наш, наш любимый фестакт с марагуны, Уберли Энер Байс, из интересного тоже... О, сейчас, вот так вот, да, продолжайте. Да, из нашей мелкшейки банан, который уже стал практически... Не банан, кокос уже стал практически, практически классическим, а банан, ванили, это тоже презентовали неделю назад уже, когда... Я считаю, что новинка, да, интересно, блин, ноты корицы, так красиво рассказывает, я же дал себе слово, по одному сорту попробовать, у каждого пивоваря, ну, что... Ну, ну, куда? Что творят? Ну, куда? А как мне дойти до конца пивоваря, друзья? Теоретическая доза. Очень вкусный, освежающий берлинер, прям мы любим экспериментировать, да, вот тут давать, только прижарки в своей... Ну, кислым не пахнет, пахнет фруктами тропическими, как видите. Да, она просует. Все как на люто. А-а-а! Бодрячок поймал прям... Да, поэтому мы сейчас, так сказать, бодрим посетителей с утра, особенно с тобой на первом месте. Да, да, да. Киев! Привет! Привет! Запорожцы! Ну, вот сразу видно, запорожские казаки, а? Колоритный мужчина, а? Хе-хе! Что у вас интересного? У нас кислячки. Кислячки. Ну, блин, как мы удачно вообще, да, да, с нужного угла вообще зашли по кислячкам. Давайте попробуем кислячки. Какие именно кислячки? Первый – это йозер с розмарином, ялинкой и ялицем. Ага. Отлично. Ух ты как! Степной такой запах. Как в степи, где травка на солнце такая. Прям, ну, интересно. Чуть-чуть свежесть. Угу. Да. Да. И какая-то цитрусовость даже есть. Интересно. Вообще, основной вкус и ароматом дают молодые побеги, лёгкие, куда-то такого дают, да. Настоящий, свежий. Не знаю, нос забит, какой-то свежестью пахнет и на вкус как лимонный сок получается, да. А сейчас что есть, гималайская? Гималайская. Да, вот теперь почувствовал. На корне языка такая соленоватость идёт. Ну. О-хо-хо. Зачёт. Не-не-не-не, по одному сорту. Ха-хо-хо-хо. Спасибо. Пошли к Андервуду. Женя, привет. Ха-хо-хо-хо. Что такое состояние? Нет, ну для того, чтобы подбить нужно... Закинуть голову, потому что рука уже не поднимается. Да, что жидкость течёт сверху вниз. Понятно. Да. Что ты сегодня интересного привёз? Интересного? Это вот, да, присборник. Да, красивые, да, прям мягенькие. Можно даже, знаешь, какой-то акупунктурный массаж делать. Да, лица, например, и рук. Так, тебе в щадящем режиме. Да, да, да. Не, мне один сорт и всё. Один. Ты расскажи, что привёз вообще? Да, всё, что мы обычно варим. Пшеничку, лагер. Из новинок привезли. Ботаник сезон. Это сезон на розмарине, торгуней и мяте. И вот это то, что я тебе налил, это персиковый мелкшей. Мятой пахнет. Нет, это мелкшей. Или у меня уже сбилось всё. Второй день фестиваля. Кому непросто. Да. Да. Женичку. Женичка? Да, вайсдер. Ага, такая хмелевая, хмелевая, сладенькая, мягкая штука. Да, и 50 полный. Вот так вот, 300 градусов. Заходит как родная. На, ладно, а то сейчас всё выпью. Классно. Вообще мягкая так туда и ушла. Это персиковый мелкшей. Да. Очень даже, очень. Зачёт. Ага, вон. Братья Себы. Куда? 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 Куда пошёл? Я не готов. Давай, давай, давай. Белару... Беларусы не хотят сниматься. Что-то... 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 Нет. О, брат. О, брат. Вообще... Короче, с нами были джангл бревери с Минска. Кабаны. Кабаны, привет! 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 Я тут слышал, у вас просто жутко дикие и классные вещи продаются. Дааа! Дааа! Мы это делаем. Это чистая правда! да тирамису один сорт не до 1 сорт вот так да вот вот так вот так вот так вот так немножко много-много оператору да я немножко даю чтобы он на ногах стоял какой-то запах интересный я даже я даже не могу описать что это это вот тирамису серпик ел повтори его в жидком виде это шоколадка ну тортик шоколадный это это шоколадный тортик в бокале ну и пусть не верит сверху еще специально для гостей он посыпается тёртым шоколадом чуть-чуть сверху просто как мишенка на торт вау на пену не ну да ребят конечно мы уже как бы смирились с тем что мы делаем сладкое не но на которые делают как миленку хорошая прочь а вот только два сладко реально у меня вкус шоколадного шоколадного пирога какого-то ну а шоколадного тортика шоколадка и щипа коньячные бочки говоря спиртовая настойка на щипе коньячную я понимаю оно жидкое оно льется но вкус шоколадного тортика ну как бы этот вот самый чем которого мы хотели достичь прикольно и десертный это вообще на попробуй вау ну такого я еще не пробовал конечно удивили куда магиоти да еще один кабан пришел как живой ладно пошли пошли дальше а это мы стоим но не мы стоим мы ходим но стенд наш стенд наш тимур мы ставку дадим пошли как как фестиваль безалкогольное теплое пиво безалкогольное извращение двойной извращенец в кубе что такое понятно как тебе фестиваль хороший ну как всегда третий граф культура третий хороший фестиваль но слишком много извините да да объяснять пивной скажем так фестиваль но еще и лекторий да папа вот постоянно одинаково постоянно повторяющийся тазовы никто не сурта те текст один и тот же в гараж можно отлично его закончилось все можно уходить у нас теперь вольта и отбры стоит на крае а на пролив нету да ну на края не стоит но не наше пиво наше все закончилось ну когда налить то можете можем налить давайте что-нибудь интересное нет а че вообще интересное сезон нальем заодно больше подойдет расскажет а вообще импорт да вот ваш ну и вчера ага да вчера почти все бутылочки выкупали такой нормальный ну скажем так импорт или дичь что имеется в виду ну дичь это дичь такого нигде нету и никогда не было и никогда не будет не ну все эксплуатировано да все очень такие интересные вещи это понятно есть например вот кс с добавлением кактуса кактуса да ну вот уже дичь да да ну блин вы че ну сколько ну я блин попробовать же ну 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 я дойду вот до умывальника и все и остальных я просто не покажу кто приехал я уже хорош блин я треть прошел треть от от брю мы уже ваше пиво пробовали поэтому пробовать больше не будем просто поговорим привет привет рассказывайте кто вы зачем почему тут приехали маршрут и собрались пиво из пива взялись ну как и все здесь да ну да вообще мы энтузиасты приехали просто бесплатно пиво отдавать на пробки ну там пятьсот человек приходит по глоточку увидели все продали поехали мы продали в кавычку ну мы в принципе такие же тоже да вы тоже продаете пиво пробую да да даем пробовать даем пробовать а какая пиловарная у вас хорьковская зерновая хорьковская зерновая да а мы вон это вы с Тимом стоите да да с Тимом мы стоим пилики мы хорошо знакомы с вами знакомы ну вот познакомились как вас зовут? Виктор я Гоша очень приятно Данила очень приятно ну будем знакомы видите вы нам больше рассказали чем много ну и ладно пообщались и то хорошо это лучшая работа в мире привет привет что-то у вас много мы всегда так работаем да командная работа да полностью ну молодцы давай да я вот сейчас подожди подожди я уже боюсь не наливают по пол бокала я вот я уже дошел и хорош богато по чуть-чуть можем чуть-чуть вот чуть-чуть да это наш капитан соль мы туда добавили свежих огурцов лучшее пиво утром воскресенья похмельное пиво саура да это огурки гос огурцом по свету бляху огурцами пахнет да как рассол блин пиво как рассол поехали аппарат но ст про водород но л lifetime вот бляху ха х да ты должен это почувствовать ха ха блин первое место хаааа первое место ну вообще слышишь как растут только пиво бак брю нормально чё ты не не выставляешься здесь не у нас маленькая линейка но скоро весной у нас следующий днепровский большой фестиваль обязательно я понял первые днепровские что интересного сейчас осталось есть руби чуть-чуть 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 сразу говорю чуть-чуть до стараюсь постараюсь хочу марте варить на составляли кейгу на фестиваль это типа лагера дату вообще как спайс пряну ну с добавлением именно суданская рота они же мы делали на балла более красная числе нежненькая очень нежненькая там оброта 5 и 5 да не не скажешь такая мягенькая не вчера было это вот это вот ходили зеленью такой рубиновая это ваша да first wave привет как как дела саша привет и немножко у варваров там в огуречной вообще бодрячок не сразу как раз именно для второго дня идеально а чё есть интересное лёгкая тик и чё-нибудь кислички ну чуть-чуть лёгенькая чё-нибудь есть чуть-чуть чуть вот вот так совсем совсем мало девчонки поддержка да я же говорю я середину не дошел да и ох тяжелая работа тяжелая а 33 legs три ноги а чё три ноги тут или мутант или там такая нога хорошая 3 понятно мальчиков мальчиков все просто находимся мы на гопнер 3 а сейчас манглебургского права 3 адрес вас поддерживают и большие колонны саврая возле папа растет 3 дерева в общем там когда там все сложилось стройками ну а если для девочек как город это смешение культур немецкой но вы сами не варите сами не варим выбираем что уже сварили до нас опытные пивовары и так сказать демонстрируем его это хорошее дело да хорошее благородное дело молодцы механики машины ремонтируете а поддержанные вчерашним фестом организмы реанимируете а что у вас интересно есть есть классика есть обычный светлый лагерь есть венский лагерь есть витвир есть наша апашка с чего мы начинали свою деятельность самое наше первое пиво а давайте витвир витвир да чуть-чуть можно чуть-чуть чуть-чуть мне до конца еще дойти я могу сложить задачу не надо у меня и так сложная задача пшеничка но более хмеленая да получается но не не стандартная немецкая скажем так что там вообще нету горечь и хмеля видя ты где мы до тебя сейчас сейчас мы к тебе придем уже дикции нету за что такое блин середина серединок фестиваля полетели дальше здрасте берленд сид сидререя сидререя единственная в украине у нас сидререя или но лучше да как можно и нужно ну как вот мы лучшая пивоварня на время что интересного интересного есть сидр буковинский киевский это яблоки киевский черновицкий это хмеленный сидр сидр с вишней сидр с черной смородины с малиной это последние две пустилки остались вот причем а их осталось у меня там пару десятков бутылок и все шикарно то есть не только стандартный сидр а именно вот такие эксперименты с разными ягодами и все это не эксперимент это просто разносит ну разносит подход в принципе вообще как бы сидр с разными фруктами и ягодами делают причем с не добавками а реально это фрукты и ягоды которые ну именно натуральный сидр без всех кстати я видел на канале у марка да вы там да величайший сидр делали чуть-чуть чуть 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 это рене ревень и вы это ревень и вы травяной такой запах ну да ну да лопух лопух что лопух ха 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 На цукаты похоже, а это березовое. Смёта, сферментированный, сферментированный. Я думаю, несколько бутылок всадить просто, блин, оно как в сухую землю уходит. Очень вкусные сидры. Спасибо. Вы сидры вот так и не попили. Все, 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 все. Ну, нет. Нет. Я не дойду, пристрелите меня. Андрюха, привет. Привет, привет. Как вас? Вот мы и добрались. Правда, не очень я живой, блин, добрался. Ну, блин. Тут, конечно, столько пройти уже. Это миля пивная меня убьет. Что интересного? Ну, из фаворитов этого фестиваля мы на данный момент наборимся на первом месте. Да, да, я смотрел. Я хотел сказать, что ребята находятся на первом месте в рейтинге по чекинам по всему фестивалю. То есть у них какая-то дичь очень вкусная. Это не дичь, это классический. Много не знаю. Майнер как раз тебя должен оценить. Именно. Да ты че. Вот он. Вот он. Это мое. Извините. Излишняя гордость выходит. Такие сразу ассоциация, горка поджаристого хлеба на белом хлебе, верхнее. На кирпичик. Да, 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 да. Шикарно, шикарно. Мягенький. Вообще, вообще даже не скажешь, что как бы темное пиво именно по вкусу, что нет вот этой вот горечи резкой, как обычно, ну, у темных сортов присутствует, это именно мягенький такой. На, попробуй. Мой верный оператор. Да, я уже хорош, блин. А че еще интересного? У нас три IPA еще есть. Один American IPA классический, с которым мы берем первые места на фестивалях, на конкурсах. Ну, а вот зачем так вот? Нагнетать, что я не могу уйти и не попробовать первые места. Да, я уже занял серебро на фестивалях. Без лишних разговоров, просто IPA, как она должна быть. Да, да. Какого она должна быть в моменте? А IPA должна быть пенная. Ух ты, бьет как в нос, а? Даже в этой колбе такой, то обычно... Я здесь. Да, я взял этот бокал, кружку, кружку. Это колба такая. Мне приходится, если там, ну, такая не сильная ароматика, то есть высасывать там несколькими вдохами, блин, воздух оттуда, а потом только аромат идет. А тут сразу бум в нос. Зачетная паха, да. Здравствуйте, учитель. Когда вы думаете, варили, рогенбир пользуется на улет спросом. Да, рогенбир это отличное пиво. Шикарное. Ну, с ферментированного. Акулы? Города Бердянска. Да, да, мы увидим, что в Бердянске. Нет, вчера очень весело было, очень много людей. Вот вчера, когда-то с организацией не подкачали. Да, нам тоже понравилось. Это пшеничное, немного сладкое, без горечи. Отлично, отлично. Я не люблю сладкий, сладких вайцин. Вайцин должен быть с кислинкой, сухенький. Мы в основном стараемся уходить в классику. Более понятная легкая жена, потому что у нас, скажем так, в городе, очень-очень слабо растут враты белого варенья. Деды, привет, привет. Нормально, нормально. Сереж, скажи мне. Давай сейчас лучше Олежка, я разговаривать не уверен. Да, ты не говори, ты просто пальцем тыкни. Что у вас интересного? Вон и Пашку на можжевельнике посмотрели. Ну, ты скажи, она не и Пашка, потому что... Ну, на можжевельнике. Ну, на можжевельнике. Ага. А, это ты мне вчера давал, блин, попробуй. Говоришь, хмеля нету, но оно горькое. Ну, да. А сейчас раскололся можжевельник. Мы его вычислили. Вот правильно продавать бокалы на пивном фестивале с пивом. Да. Нельзя продавать бокалы на пивном фестивале с пивом. Абсолютно. Нормально. Хочу представить. Виктория по бокалам лучший специалист. Вот эти вот все наши бокальчики она делала. Да, да, да. Да, так что... И сейчас, да, я так понял. И сейчас тоже. Все, что душе угодно. Все подберем, все запринзируем. Это медик уже пошел. И еще тема, да. Это статус, у нас есть мед. Да, и у нас есть мед. Но интересная упаковка. Тут такая из воска, банка из воска, а там мед. Да, запечатано. Запечатано, можно, вот это разбивается ложечкой и внутри медик. Вообще. Да, можно повторно использовать для хранения медик. Мясо... Мясные смоколики. Это... Сложно говорить, легко жевать. Да. Да, я думаю, сложно жевать. Это можно, да? Да, самое сложное жевать. Надо, вот, мягенькие, пура, спинка. Мне пиво столько, что можно вода туда. Нет, это опасно. Как абсорбент закидывать. Сто процентов, кстати, хорошее замечание. Нужно о том, начинать флагу всегда забирать, и вторую рука не открывать. И раз, и нормально. Сейчас, значит, мы сделаем абсорбцию организма. Абсорбция. А тут и Витя. Успения и любви. Привет, ведь. Что с рукой? Ну... Варочник. Варочник. Человек сразу понимает, что пивовар, об чем может обжечься. Ну, конечно, об варочник. Да. С любовью обнимал просто его. Я когда-то открывал Вирпуль, мы там боились сумма. Ну, мне ж важно, что Вирпуль остается. Я откручиваю. Знаю, что сейчас пар же пойдет. Открутил лед, вышел. Подождало, короче, тебя, а потом... Ну, да. Крайник открыл, в бульки и в парк. Да, опасная профессия. Хорошая, опасная, интересная, но... Так, Витя сейчас уже, можно сказать, харьковчанин. Наш спирт-ветчизник. Есть такое дело. Да, да. Наверное, да. И делает в Альтбире что-то... New, New Craft Story. Да. Что интересного? Мы совместно с Эльпиром сейчас запускаем. Да. Варня Таши на Синском, она сейчас будет специализирована. В основном, 90% на крафтах. На крафтах тыешь. То есть, ты там будешь чудить уже, как безумный алхимик, да? Колпак такой. Я люблю вытворить и вытворять. Ну, да. Давай, чтобы полдробовать. Что интересного? Витя, честно, я еле дошел до тебя. Если сейчас я все перепробую, это будет, ну, фиаско полная. Давайте там попробуем. Да, что-нибудь такое вот на твой одно. Смотри. Это ржаной стаут. О! Тут идет 30% зас и брошь. Ферментированы. Да. Я делал такой... Ну, стаут, молочный стаут, скажем так. Ну, я не люблю стаут и вырежу, потому что они аж губы слепались. Ярко вырежу, как у нас многие варят. Он больше идет по стилю, как овсяный стаут. Ну, главное, что, баланс. Да. Я вот тоже делал ржаной. У меня было 35% зас и ферментированного ржаного. Он... Хорошо, как вздрогнул, да? О, я как вспомню, так вздрогну. Да. Ну, когда он без лактозы или там, ну, без подсластителя, он получается кисловатый, суховатый, такой не сильно питьевой. То есть его вот надо заслаживать. Да, потому что это все от большой засыпи, ты понимаешь. Жженых солодов она дает. Причем рожа, она дает более даже яркую кислинку, чем пшеница. Да, вот тут с лактозкой она просто так мягенько. Бум-бум и ушла. Что у вас сейчас дозревает, интересно? Отлично. Да, все. Мы вот привезли. Ты не подходил? Я просто. А, да. Да. С манго закончились, да? Нет, с манго у нас есть еще мангольфер этот, американ вид. А, это я манго вчера пьет, пробовал вольт. Вольт-вольт, вольт, вольт закончился, да. Ну, давай с Парадайса, моей классики попробуешь, да? А, ты меня убиваешь. Ну, ну, как так можно, а? Да, тоже варится 200 килл персика. Тут уже отработанный рецепт на тон. Ну, ты уже отработал этот рецепт, скажем так, да? Это отработал, ну, как, уже давно он отработан. Но, единственное, что... Ну, это ты уже в Харькове сварил, да? Единственное, что под новой обороне надо чуть адаптацию все-таки провести. Ну, обязательно, конечно. Тут... То, что я варил на школьной... То, что я варил на школьной... Притереться надо. И лагерная технология, она чуть-чуть другая все-таки. Ну, хмель сразу чувствуется первым делом, хмель. Хмель, персики, но... Очень легенько, шикарно. Легкая сладиночка такая. Я с лактозой не люблю перебарщивать никогда, потому что лактоза – это настолько интересный продукт, но с ней надо уметь работать тоже, знаешь. Есть определенные нормы. Причем лактоза – лактоза рост. Возьми Америку, да? Она более молочная, более яркий, вкусный. Возьми словацкую. Она более правильная для пива, по моему мнению. Сережа, что ты такое? Подрал-то, что ли? Да нет, как бы... Привет! Для кого не секрет, уже в принципе каждый из участников спросил, что произошло. Ну да. Вчера выгружали некоторые оборудования, я ударился угол на пролу-бар, поэтому... Ну, так было. Ну, как-то неинтересно. Лучше бы ты рассказал, что вчера гуляли до трех часов ночи, а я потом подрался там. Нет, как бы скажем так, я думаю, ты со мной согласись, фестиваль очень активный. Активный, классный фестиваль. Очень такой вот драйвовый. И, конечно же, ты устаешь немножко как физически, так и морально, поэтому... Да, вчера. После окончания фестиваля, вот, поехали домой, мы легли отдыхать. 60 лет. Смотри, что там творил, блин. Ну, ну, куда столько? Еще и ванцы... 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 Вайценбок. Сейчас, сейчас язык соберу. Вайценбок. Вайценбок. Ну, Витя, как бы... У тебя ж вроде бы был, или, я не знаю, есть ли сейчас колобок. Да. Да, но у меня он более карамельный. Темный, у вас светленький. Да. Полнотелый такой. Класс. А что такое? Два альдбира? Как так-то? Ну, вы даете. И что, мне опять пробовать, что ли? Ну, давайте пробовать. А что? Раз вы пришли. А там больше альдбиров нету? Мы там были. Лежак. Как и я сейчас. Вер, привет. Привет, Вер. Твое? Мое. Творение. Да. Отлично. Я уже, скажем так, еле дошел до вас. Там альдбир, здесь альдбир, везде альдбир. Куда ни гляну, везде альдбир. Ну, так понял, ты там варишь на отдельной пивоварне, да? Да, на карьертуля. Пченичку пробовал? Нет. Француз, медом. Нет, нет, нет. Я одно. Я сказал себе на каждой пивоварне один сорт попробую. Жадецкий лежак попробовал. Все. Верфрик. Саша, наверное... Уже все? Нет, ни о чем он сказал. А, а я думал уже... Потому что вчера отлично они танцевали там, как эти... А, с волынками. С волынками, да. Движ такой был вечером. Ну, я думаю, нормально. Человек отдыхает, да. Что-то интересное. У нас на кранах два поляпка. Это рок-клубелы. Первый, это Imperial Stout, выдержанный на кокосовой щепе. Ага. И с добавлением кокосового бомба. А второй, это Double Dray Pop и Pan на четырех разных милях. Слать миксером. Охо. Классно, вкусно, крепко, сладенько. Чуть-чуть, вот чуть-чуть. Вот чуть-чуть. Бокал. Да, ну, бляхомок. Не, Imperial я точно пробовать не буду. И пах вообще достойный аромат. Я туда не дойду. Ну, есть водичка, спроси, пожалуйста. Давай я тебя просто нахожу в это. Давай, давай. Потому что, ну, ноги уже не ходят. Вы так далеко. Мы есть недалеко, сейчас. Веденый, зараза, сейчас. А, это везде так, да. Причем кремка идеально. Да. Крем-пенка. Крем-пенка. Это поляки, да? А, поляки, рок-телл. Рок? Рок-мил. Рок-мил. Да. Мы привозили епиаваров их к киевским фестивалям. Они стояли с нами в Днепр. Они, к сожалению, смогли приехать. Ребята, ну, ладно, начали варить с ними. Ну, да, хорошие. Мельки свежие такие вообще. Новый пумеля. Ну, шпец. И туда такие вот, где мы приходим. Вообще не скажешь, что. Там жесткая айпашка какая-то, а что? Сколько это тут Айбю? Айбю, по-моему, под тридцатку. Ну, это да. В основном сухое все пошло, да? Да. Ну, отлично. Шикарно. Да. Братья-поляки. Красавцы. Умею. И который начали делать. Дикий импорт, который нигде больше не достанешь. Понятно. Можем. Умеем, как не будем. Хорошо. Все, удачи вам. Да. Да. Да уже, уже. Импорт. Служба СД. Стой? Конечно, постой. Ну, только подошел. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас. Расскажите, что у вас есть интересного. Сейчас на хране Вайсен. Чистая пшеничка. Ага. Есть АПО. Ага. Льонная. Плотненькая. Милевой. Неси. Окей. Есть Чилистал на хране пока без течения. Я делал сам острое пиво. Спасибо, не надо. Стал. Так, стаут нет. Вайсен. 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 Чуть, 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 чуть. Чуть, чуть. О, отличная пшеничка. А есть у вас, да? Я не люблю, когда заслаживают там лактозой. Именно она должна быть кисленькая. То есть... Здесь другие стало. Так, правда. Где правда? Правды нет. Правды нету. Правда есть СССР. Где правда? Правда есть СССР. Носочки с хмелем и с открывашечками. Ну, супер. Значочки. Значок почем? 80? Ни хрена себе. А что там сейчас значок? Какие же здесь продажи, нет? А из серебряные? Видишь, как сребрян. Я понял. Я извиняюсь. Что есть интересного? Что мы не знаем, что мы не знаем. Да, да. Ну, наразе мы не знаем, что мы попробуем. Это есть недавно чемпиона. Это подвиденная пшеничная Ипа. Не, 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 не. Полегче надо. Я смотрю, Саур есть. Да, есть Саур. Колежанка. Да. На двух сортов Иконограду. Киш-миш. И рожавый Ивенград. Отлично. Да. Отлично. Если бы вовсе нам потребуется. Самый хороший пиво для ранку. Да. Да, да, да. Звечер будет интересная программа. Хватит, хватит, хватит. Хватит, хватит. Во. Зараз будет мокрый шторм. Ох, сразу все очи закрывает. Все стандартно. Ах, бодрячка поймал такого. Сразу все рецепторы поживляются. Вообще промыл все. Промыл, да. Забыл все, что до этого пробовал. Ах, кислячок мощный. Ах. Ну, красота. Разочи закрываешь. Это уже стандартно. Я доделюсь за все вам. Так надо было назвать закрытые очи. Закрытые очи. Да. Наверное, да. Закрытые очи. Здрасте, белые кролики. Здрасте. Что есть интересного? Что можете такого? 710 темный стадо. А что 710? Знаешь, анекдот есть про запчасть 710, которая отпала. А, да. Когда блондинка входит. Ну, здесь мы шрифт немного не выдержали. Да, на этикетках это более такая правильная. Апашка, Сан-Диего, пшеничный па. Ди па закончился вчера. А давайте я пашку попробую. Да, пшеничка более такая. Американ, да? Индия. Индия. Галее пшеничка, посвежее. Чуть-чуть. Хвай, хвай, хвай. Да, голденель. Я даже не могу говорить слово хвай. Язык не поворачивай. Уже капец. Вы вообще в конце всей линейки стоите. Репортаж, как раз. Да, да. Веселый. Финальный, финальный забег. Как вы вчера поработали? Отлично. Отлично, да. Людей много было. Прям. Ну, то ли так показалось, но показалось, что крыло пожилее. Ну, я не знаю. Я сюда не заходил. Ну, да. Людей много было. Нет, под вечером уже были как-то. Ну, пшеничка, да. Пахнет хорошо. И вольта. Привет, вольта. Нет. Сколько у вас вольтов? Вольтов. Два вольта. Шесть с артимом у вас. Шесть. Отлично. Какие? Пять ипашек, один стал. О, как. Как вы по ипашкам-то лупите? Мы не выбираем. У нас специализация АК. А, я понял. То есть выбрали свою судьбу выбрали, да, уже? Она нас выбрала. Что такое? Такое? Ах, есть. Есть бомбирок. Блин. Нет, ну я не выдержу. Полегче, но тоже. Это не ипашка, да? Да. Отлично. Немножко, немножко, немножко. Да. О, отлично. Фруктовый, фруктовый коктейль. Ой, отлично. Отлично. Супер. Супер, то, что надо. Вообще горечи не ощущается. Прям вот тут. Вообще супер. Вот мы добрались. Спрятались вы куда-то, блин, в самый конец. Я, я мог до вас не дойти, но я дошел. Да, не только тяжело, блин. Это я еле стою на ногах, но я знаю, что у вас отличные сауры. Может, литшей с персиком для начала. Подожди, подожди. Не, не, я уже меня не остановил. Стой, стой, стой. Стой. Ну, так как мы в конце пути, ладно, я попробую два сорта. Обычно один пробую. Они просто два кардинально разного. 500 килограмм персика на 1800 литров. 500 на... Меньше чем 30... 30% получать. 25. Вот здесь у нас брал полстаканчика, ты увидишь, что оно на цвет тоже как персика и соус. Вы чокнутые, что ли? Полностью. 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 Ну, блин. У меня же ситуация не пропала. Я не знаю, как это произошло. Но так произошло. А что за хмеля? Амарила. Амарила? Один хмель. Там его 11 грамм на литр. На сухое? В целом. В целом. Да. Я смотрю, у тебя руки трусятся. Да не, ну ребята чокнутые точно. Ну, 30% персиков. Малина, смородина и ежевика. Малина, смородина и ежевика. Да. Ух ты, ешкин кот. Это ютуб. Да-да-да-да. Здесь вам же все. Здесь, тем более, а в ютубе... Ну, блин. Вообще. Блядь, парни, это шикарно. Я должен пожать руку. Счастья, здоровья, здоровья. Да. Извини, я тебе не дам. Придешь, я налью. Судорально. Да. Мой шутер. Супер. Надо было отсюда начинать. нет это это шикарно финальная до финальная да то я уже как-то а тут раз так бодрячок нальете оператору ты посмотри что творит ну маньячелла маньячелла тут уж и камеру Субтитры сделал DimaTorzok